Андрей, привет! Я включил запись. Смотри, на тебя смотрит вся Садовая Россия в моем лице. Знаешь почему? Потому что у нас не получилось с жерделью зафиксировать рекорд. Ну там ведер 40, а это мои слова. После первых 10 ведер, после того, когда телеканал заснял эти 10 ведер, все. Девки не стали считать? Не, они собирают это. Сколько твои собрали? Четыре. Четыре. И мои еще 10. Двадцать четыре. Ну, а знаешь, сколько там лежит? Или тебе надо объяснять? Там еще столько же. Ну, рекорда не будет, потому что официальных лиц нету, телевидения нету. Вот. Я еще приглашал телеканалы местные. Знаешь, что говорят? Платите. Это я за сенсацию платить должен. Это же наша оборудование. Да, да. А теперь что получается? Вот на этом дереве сейчас, вот сейчас я покажу кусочек. Ой, елки тут все. Ну нет, тут приходи. Не подойти даже. Жалко топтать. Да, не надо топтать. Вот. Ладно, давай так. Вот ты собираешь ведра 10-литровые, так? Вместе с своими помощницами, с СИЗой. Сколько ты собрал ведер? Так, всем проковырят их? Нет, меня интересует собранных. Ковырять-то по... А. Собранных. Вот сейчас будет девятое. Девятое. Так. Судя по тому, что такое писание, что еще ни одного не собирали. Ну, по сути, все делается. Ага. Вот. А самое интересное, что ты молодец. Вон, у тебя за спиной манитоба, правильно? Вон она. Да, да. Вот, и вон она манитоба. Ты ни одного не подсунул. А вот здесь они в перемешку. Я выкидываю. Вот манитоба, я же знаю. Ну, так это ты. А они наберут. Я вот и за них сейчас наберу, чтобы они приехали и ковыряли, не ползали. Раз. И чтобы манитобу не подсовывали. Да, да. По ошибке. Ладно. Подойду-ка я покажу. Кроме того, что лежит. Так. Ты говоришь, каждую записываешь ведро? Да, да. А теперь я покажу, что осталось. Ой, не могу. Вот это все. Вот так вот. Сейчас плохо видно, потому что солнце. А вот этот кусочек хорошо видно. Вот он. Вот. Вот он. То есть на дереве висит еще. Но ведер 10, это точно. Так. А теперь смотрим то, что под деревом. Кроме... Это у тебя 9 ведро, да? Будем взять 8 собрали. Ёлки-палки. Слушай, я рекорд-то был 30. В 15-летнем возрасте. Ё-моё. Уж на что я привык к этим рекордам. Всяко в жизни бывало. Артем 25. Жардель 23. 15-летнее дерево. Вот это когда было. Сейчас ему скоро 40. 15 лет 30 ведер дало. Это было не урожай, это было урожай. Тут дерево не было видно. А сейчас оно, конечно, пожиже. Но зато у него с тех пор размер крона увеличился в 5 раз. И получилась вот такая картина. Да. А, слушай. А мои-то девчонки же сколько ведер тут собрали? А я-то не знаю. А, ёлки. Я пойду, спрошу у них. Я же не знаю. Они же тоже собрали. У меня же эти. Косточки подписаны. Манджурские. Сыновья-то другие. Да. А интересно, знаешь что? Они полностью перекрасились. Они были чисто желтые. У меня есть фотографии. Мы их делали вместе с Доскобилом. Он тогда был этим. Заведующий лабораторией. Кандидат наук. Туршун Доскобилов. Мы вместе делали фотографии. Они были чисто желтые. А знаешь, кому обязаны они измены цвета? Вот его супруг. Правильно показываешь? Покажи еще пальцем. Ты это все знаешь. Вот. Вот это его супруг. А он ярко-красный. Был. Сейчас он чуть-чуть стал светлее. Вот и ветром надуло. Я всегда шучу. У меня такие термины научные, что... Вот надуло ветром. Итак, теперь они стали вот такими. Они на самом деле крупнее в три раза. Но это приобычном вырожае. А этот необычный. Вот. И, наверное, когда ты закончишь последнее ведро, я сделаю кино, еще одно, и скажу, чтобы перекрестись, глядя на это. Что это единственная справка для всей общественности. Когда ты перекрестишься, скажешь, вот столько ведер. Потому что других документальных фактов у нас нет. Я думаю, что это рекордное дерево. Рекордное для всей России. Вот. У нас в России другие рекорды. Тысячу посадят саженцев. Из них 990 вымирают. Это одни рекорды. Вот. Покупают деревья саженцы, пользуясь нарисованными картинками на сайтах. На других сайтах мои же фотографии абрикосовые. Все-таки самое большое урожай у меня, правильно? Во всей России. Самые красивые фотографии у меня. И по 50-100 сайтов каждую фотографию из моих украли. Присвоили. Включая Темирязевскую академию. Я тебе не хвастался, что теперь меня признала Темирязевская академия. Под шумок присвоила. Нет, не так. Под тихушку присвоила фотографию Серафима. Ну, ты знаешь, какой Серафим. Красавец, да? И теперь этот Серафим украшает сайт Темирязевской академии. Придумали ему название. Теперь это успех. И целую биографию придумали. Вот так вот. Я когда с тобой разговариваю, хоть, может быть, даже мешаю тебе, ну, знаешь, это, Андрей, как мне обидно. Столько труда в это вложено. Столько и бессонной ночи. И все было. Вот. И страх был дикий, когда за 40 были в эти зимы. Учего только не было. Обидно, страшно. И все это присвоено. Все буквально. Никто не стесняется. Никто. Единственный случай, когда этот очень раскрученный сайт. Я дружил с этим, со Степаном, генеральным директором Царства Небесного. Вот он взял мою фотографию и написал. В скобках железов. Вот единственный случай. Правда, непонятно, как они продают саженцы, если фотография почему-то моя. Вот так бывает. Вот в таком мире мы живем. Ну, а мы пользуемся крохами. Сейчас мы собрали уже где-то ведер 150, а может и больше. Нет, наверное, уже за 200. Вот, косточки заготовлены. Ждем, когда она вспомнит Академию наук. Вот. Но боюсь, что там сейчас нет людей, похожих на Мичурина, на Лысенко. Вот. Там бы я не пропал. У меня было бы два пути. Или в тюрьму за, как это называется, за дискредитацию науки. Или на самый верх. Вот. Приемы президента, государственная премия, выдвижение на Нобелевскую премию. Вот. Есть несколько открытий. Без этих открытий. Единственное, это... Мне помог левицкий. Это его сеянец. Манджурского абрикоса. Ну, а дальше пошел триумф. Все крупноплодные абрикосы, все. И королевские с Франции. И Манитоба, который вот ты отбрасываешь таким небрежным движением, отбрасываешь. Кидай, кидай. Отбрасываешь в сторону. Из Канады. Вот. И академик с Дальнего Востока. Вот. И чего тут только нет. И все это благодаря... Вот такая цепочка. Ведь не зря же я раскрутил фамилию Левицкого. Не зря. Потому что наука про него не знала и не знает и никогда не узнает. Потому что поздно, его уже нет живых. С ним уже интервью не сделаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok